У меня один небольшой вопрос. Я жительница, сама поселка Камнецкий. В данный момент я пенсионер, имею четверых внуков. Детей приходилось возить в Москву, чтобы в какие-то секции ходили. У нас есть клуб, большой клуб. На самом деле он остатки клуба. В Суворовском районе 7 миллионов. А в каком состоянии он должен работу завершить? Там работа хорошо выполняется? Да, работа нормально выполнена. В Суворовском районе. Здесь большие проблемы. А как вы в этом году можете? У вас есть остатки денег? Нет, Владимир Владимирович. Предлагаем, при первой корректировке бюджетной в 2014 году. А если он корректируется в меньшую сторону, то что вам? Мы предлагаем сделать все-таки... Нет, ну это так, конечно, но это тоже неправильно подходит. Все-таки, если вы предлагаете, значит, вы должны не стоить. Тем более, что в земном дорогое. Тут 16 миллионов, это небольшая сумма. Давайте, я заеду, посмотрю. Обязательно, мы вас там обещаем. Здесь. Здесь, да. Давай, как мы поедем, в Богородицкий район, я буду здесь все равно еще поедем. Тогда давай заедем, посмотрим, хорошо? Давайте так, мы пока без обещаний, но... Ну, с надеждой. Да, с надеждой. Медаль «Трудовая доблесть третьей степени» вручается дежурному по учебному корпусу Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской областной медицинской училища номер один техникум Любови Ивановне Архиповой. В рамках уголовных дел изъято 2,5 грамма героина, 212 грамма марихуаны, выявлен один наркопритон. Проводится профилактическая работа среди потребителей наркотиков. Так, за отчетный период административной ответственности проведено 31 человек. Дорожные карты. Сколько врачей должны быть в этом году? В этом году, Владимир Сергеевич, у нас должно быть 150 врачей. Сейчас мы укомплектовали 148 врачей. И в этом году планируем еще 2 врачей. И в этом году мы планируем еще 2 врачей, и я это работаю. То есть, вы планируете в этом? Да. Я хотелось бы воспользоваться случаем, обратиться, учитывая, что у нас происходит объединение муниципальных образований. Глава, наверное, у нас будут новые специалисты работать. И мне бы хотелось пожелать им, чтобы они внимательно относились к тем жалобам и обращениям граждан, которые поступают на разрешение. Потому что в этом году имело место 2 факта, когда должностные лица муниципальных образований несвоевременно, некачественно рассматривали жалобы, в результате чего 2 должностных лица были привлечены к административной ответственности по статье 5.59. И, соответственно, им был назначен штраф. Поэтому, убедительная просьба, внимательно относитесь к жалобам и обращениям граждан, рассматривайте свое временное и качество, чтобы не было повода решать никакие вопросы. У меня такое пожелание. Надеюсь, скажите, пожалуйста, когда вы будете конкурс объявлять по главе администрации? В конце мурия. В конце мурия. Да. Ну, а вообще жители знают о том, что, так сказать, будет новый глава избираться, или совершенно, так сказать, это будет человек уже, который будет работать на освобожденной основе и формироваться не в составе депутатов? Ну, я добавила неделю на телевидении по этому вопросу. Это первое. Второе. Проводили встречи с населением. Говорили. Все говорили. То есть жители в курсе, да? Да, у нас в курсе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.